Сегодня представить нашу жизнь без современных средств передвижения просто невозможно. Но не стоит забывать, что автомобиль это не просто комфорт и роскошь, а в последнее время все чаще угроза жизни. Как для самих водителей, так и пешеходов, среди которых много детей. О том, какая ситуация сложилась на дорогах Славянского района, расскажут наши корреспонденты. В Славянском районе значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. За текущий период этого года произошло 4 ДТП, в которых пострадали подростки. В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также уменьшения количества ДТП с участием несовершеннолетних в период школьных каникул, на территории района с 18 мая по 7 июня проводится второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!». В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники ГИБДД проводят рейды, в которых выявляют грубые нарушения правил дорожного движения. А также нарушения правил перевозки детей в салоне автомобиля. Эти мероприятия, по мнению сотрудников дорожной полиции, помогут снизить ДТП с участием несовершеннолетних. Также обеспокоенность у стражей дорожного порядка вызывают водители мототранспорта. В нашем районе за последние пять месяцев этого года уже произошло 6 ДТП по вине мотоциклистов, в результате чего погибло два человека. В целях стабилизации обстановки с аварийностью с участием водителей мототранспортных средств на территории района проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения водителям мототехники. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД выявляют грубые нарушения правил дорожного движения сотрудниками мототранспортного средства. Напомним, что с ноября 2014 года вступил в силу ряд важных поправок КОАП РФ, касающихся водителя мототранспортных средств. Теперь для управления скутером, мопедом или мотоциклом необходимо получить водительское удостоверение категории М. Обязательное условие для этого – достижение 16 лет, обучение в автошколе и сдача экзаменов ГИБДД. При этом, если скутерист уже имеет водительское удостоверение с другой категорией, он может не открывать категорию М. Категория А1, которая дает право управлять транспортными средствами мотоциклы от 50 кубических сантиметров до 125 кубических сантиметров лошадиными силами, не более 14,9 или 11 киловатт, также в возрасте от 16 лет. Ну и дальше у нас категория А, это уже с 18 лет, это более мощные мотоциклы. Ну и в принципе все участники дорожного движения, кто выезжает на дороге, должны иметь водительское удостоверение. Для этого необходимо пройти подготовку соответствующую, сдать экзамены в ГИБДД и получить водительское удостоверение. Поведение подростков, управляющих мототранспортными средствами на дороге, зачастую бывает неосторожным, отметил начальник отдела ГИБДД по Славинскому району Евгений Льиных. Столько совместными усилиями мы сможем обеспечить нашим юным участникам дорожного движения безопасность и предотвратить их от травм. Поведение детей на дорогах зачастую вызывает серьезную озабоченность у всех водителей транспортных средств. Поэтому проведите, пожалуйста, еще раз беседы со своими детьми о правилах поведения, правилах перехода проезжих частей, правил эксплуатации велотранспорта. Пожалуйста, не позволяйте вашим детям управлять мототранспортом без элементарных навыков правил дорожного движения, без водительских удостоверений, без шлемов. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей владельцев мототранспорта сотрудники ГИБДД проводят регулярно, в рамках которых они не только проверяют документы, но и раздают памятки водителю. Трафик сейчас очень плотный на наших дорогах, поэтому нарушение это, в общем, конечно же, преступление не только против самого себя, но и своего, нашего народа. И поэтому надо стараться, максимально стараться придерживаться правил дорожного движения. Ну, а людям, менее защищенным на мототранспорте, естественно, нужно соответствующие предохранительные средства защиты, шлем, перчатки, черепашки и так далее, много всего. Чем больше на нас экипа, тем больше горизонтов на будущее. Водителям стоит помнить, что превышая скорость, не соблюдая правила дорожного движения или садясь за руль в нетрезвом виде, они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других людей, среди которых есть дети. Мне очень страшно переходить дорогу. Я сейчас учусь в первой школе, возвращаясь домой, я вижу, как носятся водители, особенно молодые. Они не тормозят перед пешеходным переходом, они не пропускают детей. 500 детей ежедневно погибают или становятся инвалидами и коллегами. И мне не хочется оказаться в числе этих 500 человек. И мне страшно часто бывает переходить дорогу, так как машины проносятся у тебя перед носом, перед глазами. И ты не знаешь, дойдешь ли ты до дома или ты вообще туда не попадешь больше. И я призываю водителей, чтобы они, когда проезжали пешеходный переход, задумывались о своей семье и задумывались о том, что однажды его ребенка могут не пропустить на дороге, и чтобы одни соблюдали городской режим скорости и следили за дорогой, не садились в состоянии окольного опьянения, за руль и были только в трезвом состоянии. Много водителей ездят очень быстро по городу. Нас в школе учат, что надо правильно переходить дорогу по правильных местам, хотя сами взрослые не соблюдают этих правил, носятся, не смотрят, часто не пропускают, думают только о себе. Переходя дорогу, мне очень страшно, я останавливаюсь, смотрю, конечно же, на светофор, но водители, многие не соблюдают правила дорожного движения. Даже когда у них горит красный свет, они могут ехать и не заметить ребенка. Поэтому на самом деле очень страшно ходить, боясь, что тебя могут сейчас сдавить и просто ты уедешь домой на скорой. Сотрудники ГИБДД еще раз обращаются к автолюбителям, быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, ваша безответственность может стоить кому-то здоровья или даже жизни. Тина Кабачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».